Ава народ, с вами Анестезия, мы продолжаем проходить Алису Америка на магии и начнём мы со сложного уровня достаточно, я надеюсь, что я его пройду, мы будем с вами лавать, блин, да, ух, как я уже давно не играла в Алису целый один день где-то примерно, но уже что-то от неё отвыкло, мне уже стрёмно, я уже боюсь в неё играть. Я как вспомню, блин, чё мне предстоит пройти здесь, мне уже не хочется проходить, если честно, но надо, надо, приходится, раз уж взялась, надо заканчивать. Так, поплыли, мы будем плыть в пузырях воздуха, который нам создаёт черепах, причём плыть надо будет достаточно быстро, потому что эти пузырьки, они, это как его, дают нам воздух, если мы от него отстанем, то мы вздохнёмся. Плюс нас будут преследовать всякие рыбки, ну, вы уже этих рыбок видели, они нас доставали очень часто, когда мы падали в воду, и здесь они нам тоже покоя не дадут. Ну, я надеюсь, что мы всё сможем с вами пройти, и главное ещё не напарываться на вот эти вот сталактиты, которые сверху. Я не знаю, можно ли их назвать сталактитами, потому что, ну, блин, они под водой. Ну, хотя я не знаю, просто я не знаю определение сталактита, я знаю, что это такие сосульки сверху. Полное определение, и фиг его знает. Пока что всё, пока что всё легко, но это пока. Дальше будет хуже. Нам надо бы примерно где-то вот здесь сохраниться. Блин, мне не нравится, что игра так тормозит. Она вроде не должна так тормозить. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, а то что-то я не в удачном, очень неудачном месте сохранилась. Блин, я отстала от черепаха, давай быстрее. Ещё тут кот ко мне лезет, мешается. Сохраняемся. А то я в прошлый раз в неудачном месте сохранилась. Так, вот за ним здесь плыть не надо, вот эти вот всякие, оплывать. Это нам не на руку совершенно. Я просто, если бы я помнила, блин, куда в конечном счёте нам надо плыть, я бы поплыла. Так, нас рыбка преследует. Давайте мы пока её убьём. Да блин, если бы это ещё просто так было. Ещё ей всё тормозит ужасно. И жизнь я не взяла, но на это просто времени не было. Блин. Если бы не эти тормоза было бы всё просто зашибись. Ну давай. Да, Алиса, ты чё, попасть по ней не можешь? Мазила. Так, подкрепились немножко. Сохраняемся. Мало ли что нас ждёт дальше. Я всего опасаться начинаю. Да, нам надо сюда. И тут будет огромная-огромная рыбка. Ой. Напугала. Я знала, что она здесь, но она меня всё равно напугала. Это было несколько неожиданно. Блин, надо было сразу так сделать. Хотя нет, не надо было так делать. Да пусть отстанет меня. Я-то думала, что она тут одна. А она, оказывается, с подружкой. Ну или с другом. О, идём дальше. Так, всё оказалось... Ох, наименее плачевно, чем я думала. Тем более я ещё прохождение перед этим прочитала. Там тётенька писала, что будет достаточно сложно под водой. Да и я сама в детстве помнила, что тут не особо легко. Но, как оказалось, всё... Не так страшно. Он нам дал панцирь, который даёт нам, ну, чуточку побольше дыхания, дыхалки. Вот. И ещё мы можем нормально плавать с вами. Свободно плавать под водой. Раньше мы так плавать не могли. Насколько вы помните. Теперь мы можем делать под водой всё что угодно. Но, тем не менее... К сожалению. Проблемы с дыхалкой всё ещё остаются. Блин, я до них достать не могу. Ну ладно, забьём на них и побежим дальше. Можно забраться? Ой, чё это было? Ясно? Чёртовы муравьи! Не даёте мне спокойно, блин, вылезти на сушу. Я только что вышла. Дайте мне хоть отдышаться. Кристаллики, кристаллики, кристаллики. Забираем, забираем, забираем. Ну давай. Блин, тут же не так, вроде, высоко было. Чё ты заорала? Тут, по-моему, снарки нет. Надеюсь, что нет. А как забираться? Я забыла, если честно. Как там забираться-то? Игра, звук, игра. Нет, это не то. Направление. Ап, ап, ап. Где у нас ап? Я чё-то не очень понимаю. Атака, атака, там, назад-вперёд. А, свимап, джамп. А, ну это свимап. Клайн даун. Чего? Чё это такое? Я не понимаю, что это за кнопку, понимаете? Давай, right, alt. Всё. Back. Назад. А, это вниз. А что же тогда вверх? Твою мать. Кто там стреляет? Ты. Это было вниз. Куда же наверх? Ну без этого никуда. Если чё. Ну это вниз. Да. А вверх ты, клак. Я чё-то уже реально забыла. А, это клайн даун, точно. Ап, это спейс. И как быть? Если спейс, это ещё и... Блин. Спрыгивать отсюда. Да, емно. Ааа. Типа уже и коровки. Я не понимаю, короче, как мне вверх. Чё тут волк? А, ну. Ходить. Юзать. Какой-то бред. Продолжаем. Я, короче, просто вот здесь раскачалась и запрыгнула. А вообще, как тут по верёвке забираться, я не знаю. Дальше будут верёвки, по ним надо будет забираться вверх. Как эту проблему решить? Фиг его знает. Вообще, на самом деле, по умолчанию должна стоять Enter. Я всегда нажимала Enter, но тут она не работает. И фиг знает, в чём дело. Вообще. Я не знаю, как мы дальше с вами будем проходить. Здравствуй, придурок. Грибоковатое. Как вы меня достали? Так, помните, я говорила, что грибочки нам пригодятся. Вот для чего. Они нас пружинят. Только куда-то не туда. Ну смотри. Я нажимаю. Даже почитала. Enter нажимаю. Нифига. Как дальше будем? Не знаю. Падай. Больше ты никого не будешь беспокоить. Как обычно. Вот тут сейчас будут верёвки. И как, блин, скажите на милость мне это проходить? Если мы по ним даже взобраться не можем. Давайте сохранимся. Так. Движущиеся камушки. Да? Да. Странные камушки. Ой. Напугала. Не хорошо так делать. Платоядная розочка. Ещё и ты тут. Уйди. Сколько ж вас здесь, а? Ещё. Ещё. Ещё уйдёт. Ау. Они взрываются, когда падают. Точнее, не они взрываются, а их бомбы. Не заметила меня. И этим же поплатилась. Это сердечко я пока трогать не буду, оно мне может пригодиться. Мне видимо здесь надо пройти, но там ещё одна дорога была. Капец. Достали меня. Сколько тут вас? Достану я или нет? Нет. Его защищает какая-то текстура. Мы до него не достанем. Значит, мы пришли оттуда. Ещё можно пойти туда. Не, я не хочу. Пошлите. Потом сюда возвращаться ещё. Кролик пробежал там. Нам сюда. Ты не против, что я тебя немножко покусаю? А, я до него не достаю. И я всё это время сейчас просто тупо тратила на то, чтобы его пострелять. Но теперь-то ты попляшешь. Сохранимся. Довольно опасное место. Я не хочу его проходить заново. А, я же говорила. Я знаю подставы этой игры. Вся эта игра сплошная подстава. Вот сейчас, что это было? Ну вот, наконец-то. Начинаем сюда. Вот. Что мы сейчас будем делать? Вот с этим. Объясните мне, как мы будем сбираться по верёвке. Если она просто, по ней не идёт. Это что вообще такое? Тин-два. Варпал блейдс. Ну это множек. Это пауза. А пауза-пауза. Чё? Чешир. Камера. Использовать. Энтер. Давайте мы сделаем энтер на что-нибудь другое. Ну, например... Например, давайте на shift. Эй. Давай shift. Таггл ран. Волк. Ну это пофигу. Стрейфрайт. Теперь попробую. Я не знаю, сработает это или нет. Это вряд ли. Да. Оно не работает. Я не знаю, как мы будем это проходить, если она просто не ползёт по этой хреновине. Люди, короче, просто полная беда. Я хотела попробовать, например, с читами как-нибудь это дело решить, подняться наверх. Но в новой HD версии этой консоли нет. Да. И поэтому просто, ну, никак. Совсем. А вверх она у меня не забирается. Я вообще не знаю, просто не в курсе, что мне делать, как быть дальше с этой игрой. Как её вообще проходить тогда, если мы даже взобраться, блин, не можем. А без этого мы игру не пройдём. Вообще ужас один. Ни одна кнопка не работает при этом. Ни одна. Вообще не хочет забираться. Никак. Я поискала какие-то решения в интернете. Нет, ничего вообще на эту тему. Короче, я думала, что это край, но на самом деле оказалось, что... Я ошибалась. Это второй день, когда я пытаюсь пройти Алису. Я нашла людей со схожей проблемой. Оказывается, Алиса поднимается по ревке, если зажимать правую кнопку мыши. Надо было просто сразу это сделать. Ё-моё. Вбить в Google про HD версию. И сразу всё стало понятно. Ладно. Это на самом деле очень-очень хорошо. Я очень-очень рада, что мы с вами продолжаем её проходить. А то я думала, что мне придётся прохождение либо оставлять, либо удалять. Ну, потому что, блин, какой смысл вообще его там держать, если продолжения не будет? Ну, ничего. Всё оказалось гораздо... Гораздо легче, чем я думала. Что поделать? Намудрили создатели HD версии. Намудрили очень сильно. Консоль убрали. Эти кнопки, которые должны были показывать мне, как забираться по верёвкам. Запутала меня эта версия. Очень запутала. Ну, естественно. Ничего не бывает так легко. Особенно здесь. Ой, тише. Я, кстати, читала, что грибы хорошо убиваются либо клюшкой, либо картами. Но мы с вами уже, в принципе, на это посмотрели. Когда были в долине слёз. Точнее, мы и сейчас тут находимся. Просто немножко на другой локации. Так, мы подобрали улучшение. Чё хотела сказать-то? Да. Я хотела сказать, что... Когда мы были в локации той, туманной. С речкой. С озером. Точнее, с морем. Вот там мы убедились в том, что... Блин, что-то я мысль теряю, когда на эту божью коровку смотрю. Там мы убедились в том, что карты хорошо действуют на грибы. И на розочках, кстати, тоже. Ну вот. А так карты мало на что действуют. Сохраняемся. Я вообще ненавижу. На этих верёвках такие глюки постоянно происходят. Так что, люди, если кто-то столкнулся с такой же проблемой, как у меня, в HD-версии Алиса не взбирается по верёвке, просто я говорю, зажимайте правую кнопку мышки. И всё сразу станет понятно. Ай, ай, ай. Ну вот, вот я ж говорила. Я ж говорила, что тут вечно какие-то закидоны происходят. Ладно. Нам, видимо, не стоило туда прыгать, а может быть и стоило. Да ё-моё. Как-то не ведёт мне сегодня. И заговариваться я начинаю. И прыгаю я не туда. Ну давай. Куда там дальше, надо будет интересно прыгать. А я, видимо, всё равно не туда как-то прыгаю, так что... Или нет? Нет, нет, нет. Я поняла. Всё. Хорошо, что слезла. Иначе бы я этого никогда не увидела. Так, тихо. Раскачиваемся. И... Ура! Мы на земле. Никто на меня не собирается нападать, а то я уже готова стрелять. Ага. Всегда готова. Особенно, блин, с теми подарками судьбы, которые вы мне преподносили, когда я по воде плавала. Ух ты. Надо же. Что это за портал? Ну мы в него не войдём, потому что он красный. Видимо, мы должны были выйти из него, но... Блин. Где мы должны его были взять? Фик узнает. Так. В воду лучше не спрыгивать, нас нафиг унесёт. Унесёт, сказала. Лопалась. Фуф. Да ты чё? Не-е-е-ет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Вот, видите, стоило накарпить. Вот, стоило мне накарпить, да? Да нет же! Вон он, портал. Игра учла то, что мы дебилы И попадаемся в тело в ушки, которое и замечаем. Я извиняюсь, что говорю немножко непонятно, но просто уже вечер и у меня немножко башка сварена. Кстати говоря, я нашла более легкий способ соединять видео, причем за 30 минут. И не париться в этом долбаном Сони Вегасе, который видео соединяет где-то часов 5. Согласитесь, это бред. Что там соединять, блин, 40 минут всего? Лес чудес. А, то есть мы не на локации Долины слез, понятно. Так здесь тихо! Никогда так не было. Мне это не нравится. Гусеница там, за поляной. Бежим напрямую. Сейчас главное скорость. У тебя всегда главная скорость. Не только сейчас. И ты, кстати, за это поплатишься. Все, кого я люблю, умирают. Ужасно, нелепо. Я будто проклята. Зачем идти дальше? Я лишь погублю всех. У тебя нет времени на слабость. Найди гусеницу и не попадись солдатом на мушку. Кстати, о солдатах. Сейчас они выбегут. Если кто не понял, кролика замочил шляпник. И мы ему, конечно же, отомстим в будущем. Шляпник здесь играет роль нашего заклятого врага. Кстати, что-то насчет солдаток. Я ошиблась. Их тут нет. Но они будут дальше обязательно. Я просто помню, что тут на нас нападут обязательно. Как только ролик закончится. Насколько я помню, бежать надо налево. Хотя у нас тут с вами целых три выбора. Можно и направо сбегать. Как я говорила, убивать тут совершенно не обязательно. Но будет обидно, если мы с вами пропустим какое-либо улучшение. Это будет весьма печально. Ну да ладно. Пропустим. Не так уж и критично. Вроде справляемся. На легком-то уровне. Шляпник нам мешает. Ну ничего, ничего. Я до тебя доберусь. Товарищ. Куда мне сейчас идти? Вот это вот интересный момент. Ты хочешь сказать, чтобы я упала вон туда? Просто больше тут некуда падать-то. Я думала, она долетит до этого пара. Поэтому не стала прыгать. Вот. Чуть-чуть поранилась. С кем не бывает. Там, кстати, улучшение для клюшки. Только как ее достать. Видимо, позже достанем. Там делать нечего. Оп. О, здорово. Это уже второе улучшение, кстати говоря, для клюшки. Для карт еще не было. Но где-то здесь должно быть. Это я точно помню. Такие тоненькие помостки. Такое ощущение, что они сейчас просто возьмут и... Это... Оборвутся. Тут еще лианы какие-то. Но прыгать совершенно некуда. Интересный светильник, да? Это осы, я так понимаю, или кто? Ага, вон карты. Плыви по течению. Воспользуйся тем, что плывет вместе с тобой. Говно. Больше... Ну, блин. Просто почему-то... Сразу эти ассоциации всплывают в голове. Не думайте, это не шутка сейчас была. Не шутка, шутеечка. Просто реально такая ассоциация всплывала. Так, значит, что ты нам сказал? Плыть по течению? Ну, хорошо. Я тебя послушаю обязательно. Поднимаемся. И берем улучшения для карт. А то они у нас слишком слабенькие. Ну, поднимайся ты. Че ты. Там сейчас враги вырастут. Сохраняемся. Да ё-моё. Тут, конечно, камеру нельзя повернуть, как ты захочешь. Я имею в виду, что... Если в первой... Ой, во второй Алисе можно было повернуть камеру как угодно. То есть, камера не поворачивалась вместе с Алисой. Ты могла посмотреть на её лицо. То здесь этого нет. Это вообще редко в каких играх бывает. По крайней мере, в старых точно. Ах ты. Ну, ничего. Я до вас доберусь. Прямо сейчас. Не уходи далеко. Чего ты. Сразу убегают. Смотрите-ка. Какие деловые. Я всё равно же вас собью. Это ты зря сейчас ко мне подошла. Пусть у меня и кончилась вся мана. Чё, может, у тебя ножичком? Смотри-ка, ножичек на неё не особо действует. Хотя, срубает за два удара. Тоже неплохо. О, отлично. Это по мне. Ещё ниже. Куда уж. А. О, мой любимый уровень, как ни странно. Вы тоже не ожидали, что я это скажу, да? А мне действительно этот уровень нравится. Он прикольный. Где они достали такой красивый камешек? Я тоже такой хочу. Он реально такой красивый, гладенький, блестящий. И переливается всеми цветами. Но. Он нам доставит очень-очень много проблем, если мы будем на него заглядываться. Естественно, мы должны бежать и не останавливаться. И даже не оглядываться. Хотя я, по-моему, это уже сказала, да? Не обращайте внимания. Я уже говорила, что вечер у меня мозги кипят. Но я, однако, очень-очень рада, что нашла решение проблем. Потому что я уже думала, что с Алисой я расстанусь. Фух. О, вот здесь будет очень... Охреново, на самом деле. А, вот что я сделала? Надо было на гриб прыгать. Я думала, я допрыгну. Ну вот, придется теперь смотреть эту заставку заново, да? Нет? А, я хотела пропустить. Это можно как-то, я не знаю. Ну ау. Нет, никак нельзя. Надо было сохраниться там. Дубль-2. Я просто боюсь тут еще сохраняться. Это же надо на эскейп дотянуться, дожать. Потом нажать назад и сразу же быстренько нажимать на кнопочку W. Я боюсь, что меня просто нафиг унесет отсюда. А быстрая сохранялка, я не знаю, где здесь. Тем более, что если ты быстро сохраняешься, как бы в памяти игры это остается, но в загрузках этого нет. То есть никак. В записях этого не будет. Хорошо. Мы сохранились здесь. Теперь мы идем сюда. Отлично. Все здорово. Гораздо круче, чем в прошлый раз. Потому что мы учимся на своих ошибках, правда? Кстати, мы скоро вон там окажемся, внизу. Вообще не понимаю. Алиса, почему бы тебе вниз не спрыгнуть? Хотя ты разобьешься. Ты же у нас в этой части постоянно разбиваешься, даже если падаешь на какую-то там совершенно никчемную высоту. Вот как мы тут так оказались, а? Повороты были недостаточно резкими. Это еще не все, поверьте. Вот я не понимаю, как она там сразу под этим льдом-то оказалась? Потому что... Завороты были не такие резкие, и это довольно странно. Не знаю, кто-то меня сейчас понял или нет. Главное, что я себя сама поняла. Ну, блин, вот поскольку тут лед, тут немножко кривое управление будет. Это специально так задумано. И нам тут, кстати говоря, дают очень клевое оружие. И оно единственное в своем роде. Ты его больше нигде не получишь. Ни улучшений, ничего такого. Нигде. Оно только здесь. Лед обездвиживает врага лучше любых ран. Но зима не вечно. То есть, если ты его тут не подберешь, ты его вообще нигде не подберешь. Так что подбирайте, советую вам. Это хорошее оружие. Сохраняемся. Помню, когда в первый раз играла, вообще не знала, как отсюда выходить из этого ледяного ада. Вот я же говорила. Я знаю, когда надо сохраняться. Так, теперь вот здесь. Здесь тоже немножко кривовато все. Но ничего. Мы сможем. Правда, Алиса? Алиса какая-то конченая. Ну, прыгай ты, ну. Господи, вот. Не было же проблем. Тогда сюда запрыгивай. Господи, в чем твоя проблема? Я ничего не пойму. Она абсолютно точно должна забираться здесь. На! Это я знаю на все сто процентов. Просто она тут что-то капризничать начинает. О! Это все. Ой, ура, ура. Я уже хотела на паузу видео ставить. Все очень плохо. Давай, забирайся. Она сама съезжает. Я ничего не нажимала. Видите? Я сейчас ничего не нажимаю. Она сама катится. Ну, стой ты. Сохраняемся. Бежать надо было, оказывается, вон туда. На тот островочек. Естественно, камень и тут от нас не отстает. Так что беги и не засматривайся. Мой тебе совет. Благодаря льду эта штука должна просто вообще ходу набрать. И раздавить тебя в плоти кровь. В плоти кровь. Пух и праг. Все. Не слышите меня. Я хочу спать. О, еще одно улучшение. Да чтоб тебя. Уйдите вы от меня. Встаньте. Отстаньте. Гады. Замучили уже. Бедную Арифу. И меня заодно. Все. Никого больше. Никаких больше фокусов. Я не буду его подбирать. Ну нафиг. С края-то земли. Лучше ничего трогать не буду. Я на всякий случай так, знаете? Никто меня больше не преследует. Как странно. Ну все. Плавненько спикировали на землю. И встречаем наконец нашу пузатую гусеницу. Привет. Алиса. Ты вернулась. Ну кролик так и не сказал мне зачем. А теперь его больше нет. Как зачем? Страна чудес. В беде. Тебе нужно все исправить. Я еле узнаю эту страну ужасов. Что она мне? Дом. Ну вернее могла бы им стать. Лишившись всего, что было тебе дорого, ты чуть не уничтожила нас. Ты начала восстанавливать мир. Но наши беды еще не закончились, как и твои. За что мне все это? Твой разум отравлен самообманом. Даже твои фантазии стали искаженной пародией на самих себя. Тебя терзает чувство вины за то, что ты осталась в живых. И страх перед одиночеством. Что я по-вашему должна сделать? Убей червонную королеву. Тогда страна чудес и твой мир вновь станут единым целым. Теперь мне нужно отдохнуть. Прям как мне. Теперь вновь стать большой и взрослым и принять правду. Иди в лес диких грибов и съешь кусочек гриба жизни. Но будь осторожна. Этот гриб охраняет прожорливая сороконожка. О, долбанная сороконожка. Один из тех боссов, в которых я вообще не знала, как проходить. Просто тупила, как ненормальная. На самом деле я знала, как его проходить. Точнее, я просто как бы стреляла именно туда, куда нужно. Но у меня это почему-то не срабатывало. Вы позже его узнаете, почему. Когда мы увидим эту самую сороконожку. Я вам объясню. Почему же я ничего не смогла делать? Тут, короче, есть такая секретка клевая. Зеркальце. Где оно только? Вот оно. Очень крутая вещь. Делает тебя невидимой. Поэтому мы сейчас сможем пробежаться мимо врагов. И они нас не увидят. Так что бежим скорее, как можно, как можно дальше отсюда. Можно просто кучу времени сэкономить, при этом не пострадать. Все, нам всего хватает. Теперь под воду. Это новое оружие. И оно... Ну, блин. Оно тупое на самом деле. Потому что... Оно, короче, вызывает демоненка. И если ты, например, одна, то он начинает стрелять в тебя. Вместо врага. О! Вот это вообще неизвестное существо какое-то. Но оно, кстати, трудноубиваемое. И оно тебя очень сильно коцает. А, ты умер? Я-то думаю, что не работает еще? Тише. Цыц. Злая розочка. Так что я не советую вам пользоваться костями. Демоническими. Потому что они даже, кстати, и не всегда могут сработать. В силу того, что там два кубика. Если выпадают не одинаковые числа. Два не одинаковых числа. Эй, вы, жалко по родину настоящих воинов! Руйняй! Это сороканушка была. В общем, если, короче, выпадают два не одинаковых числа. Этот демон, он не вызывается. Ненадежный. Ненадежный способ. Убить врагов своих. Что-то я стала говорить, как йода, блин. Можно не сражаться, сразу убегать сюда. Пусти сюда нарушительницу! Ежем доказание по законам правового времени! Вот она, эта долбанная сороканушка. Сейчас мы будем с ней сражаться. Ой, стой. Я-то думала, нас сразу возьмут. Нафига я сумалась? Серьезно, нафига? Штаб сороканушки. Эй, аккуратнее. Я все-таки баба. Вот она, эта родина. Блин. Ее лучше опасаться. В общем, когда... Она... Эта какого? Слушай. Вот. Тут, короче... За этим какого? За валунами? Есть место, где можно отдохнуть. И когда сороканушка теряет тебя из виду, она, получается, останавливается. И... Эта какого? И восстанавливает свою жизнь. В итоге я долбила ее в эту красную пропешину, но результат никакого не было. И вы сами понимаете, почему. Потому что она восстанавливалась. И потому что я постоянно пряталась. И как итог не могла ее победить, пока просто не выскочила и не начала ее ожесточенно долбить. Это было самым верным моим решением. Блин, не исчезайте. Скорпиончики меня раздражают. У меня уже мана заканчивается. Отстаньте от меня. Я хочу взять всего лишь кристаллики свои. Они, короче, сами себя изведут. Постепенно. Покажи мне свое пузико. Я тебе его почешу. Блин, нифига ты меня почесала. Я вообще-то тебе хотела почесать. Ну давай, открывай уже свою пузяку. А ты издеваешься? Она однако умная. Не хочет умирать. У нее еще и пасть сочится. Это зеленая фигня. Господи. Какая ты противная. Она меня бесит. Может, мне надо подальше отбежать, чтобы она себя почувствовала более свободно и раскрепощенно? Она не хочет мне открывать свой пузей. Я ее вроде как долбанула раза три, что ли. Да сколько? А, то есть к ней подходить нельзя, да? Так. Она меня уже начинает бодать. Что это сейчас было? Да я поняла, что к тебе нельзя близко подходить. Все, я побежала от тебя. Ты слишком злая. О, вот когда? Значит, только когда я поворачиваюсь к тебе спиной, ты открываешь свой пузо. Вообще, я еще сначала думала, что ей надо в зубы стрелять, потому что они как-то странно слезятся. Не знаю, заметите вы или нет. Хорошо, хочешь, я повернусь тебе спиной. Нет, не стоило этого делать. Эй! Ты не сможешь меня тут достать, гадина. Надеюсь, ты не остановишься, чтобы восстановить свои легчемные жалкие жизни. Там здесь нельзя. Но можно здесь. О, стрекоза. Чашечка, чай. Что за бузо? Тем, что так говорят, никогда не пробованы. Настоящая часть. Это же словно укола дырмалина. Давай, ну. Она меня уже достала. Мы просто тупо бродим кругами. Ой, все, иди ты. Главное, когда я поворачиваю спиной, она делает абсолютно все. Давайте сохранимся. Я не хочу ее долбить заново. Наконец-то, блин. Долбила эту дуру, долбила. Пока не поняла, что, короче, к ней надо очень близко подходить. Даже если она начинает бодаться, то, как бы, сопротивляться вам не нужно. Она два раза подряд одним и тем же приемом не бьет. Ну, по крайней мере, меня, она одним и тем же приемом два раза подряд точно ни разу не долбанула. Фух. Блин. Это было сложно. Я уже даже, блин, начала перепроходить с самого начала эту долбаную сороконожку. Настолько она меня задолбала. Потому что не хотела она показывать мне свою пузо, пока я к ней вплотную не подходила. Что же, давайте мы переберемся с вами на новый уровень и на этом закончим. Фух. Блин, сколько ж я бы ее долбила, если бы приходила при вас. Еще и упала, отлично. Упала эта мразь, наконец. Достала меня. Да блин. Что, угораешь, нет? Еще давай на таком простом месте застопоримся. Прыгай, блин, нормально. В чем твои проблемы, Алиса? Гриб жизни. Сколько ты нам проблем доставил. Никогда не пробовал поганки. Но думаю, некоторые из них могут быть полезны. Жаль, что это не галлюцинации. Какой кошмар. Либо съесть поганку, либо стать едой для букашек. Есть на бегу неприлично. Но иногда это необходимо. Что ж тут неприличного? Никто, кроме местных обитателей, не знает всех закоулков этих бесплодных пространств. К концу игры ведет только один путь. В общем, мы с вами на этом заканчиваем. Продолжим следующей серии. С вами была Анестезия. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok